Друзья, приветствую вас с Божьей помощью и с Его благословением. Продолжаем изучать Его Слово, которое Он оставил через Пророка Малахи. Сегодня мы в начале третьей главы. Часть этой главы очень хорошо известна практически всем служителям, потому что многие попытались даже растолковать, что Господь имел в виду, когда Он сказал. И оно, конечно же, связано с некоторыми событиями, которые имели место во время Христа на земле. Пророческое Слово Господа Ягова, сказанное через Пророка Малахи, оно адресовано священникам в Израиле, то есть служителям всех времен в народе Божьем. Этот призыв и вызов даже звучал во все времена, в том числе и в нашем поколении, и через всех Пророков, потому что оно, естественно, связано со всеми Пророками. К сожалению, все служители ответили на эти призывы, на этот призыв и на этот вызов, как обычно, отказом. Служители наших поколений говорили и продолжают, к сожалению, еще говорить, что данное послание обращено к Господам Богом не к служителям в церкви, а к служителям в Палестине, то есть в Израиле, там где-то, только не к нам. Комментировать данную ложь нет смысла, но если вы читаете Писание, то легко можете увидеть, что Господь Иегова обращается к служителям и, в частности, к служителям последнего поколения, потому что, доказательство, потому что День Господень должен был прийти в последнем поколении, а не в период до Христа или после Христа сразу. И поскольку Господь Бог звал и кричал, звал, призывал, мотивировал и звал, но служители не ответили на призыв, вот что Господь продолжает делать и сделает еще, чтобы пробудить некоторых служителей. Малахия, 3 глава, сегодня только 5 стихов. Первый стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно, неожиданно придет в храм свой Господь». Здесь слово «Аддон», который вы ищете, и ангел завета, который вы желаете. «Вот он идет», — говорит Иегова Саваоф. «Мы знаем этот образ, или образ этого события, образ этого события, потому что это связано с историей, и отчасти его исполнение из истории Иоанна Крестителя до того, как Христос вошел в свою роль. Вот в частности, что ученики говорят и спросили, то есть Христа, его ученики. Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде или раньше? Иисус сказал им в ответ, истинно, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним как хотели, так и Сын Человеский пострадает от них. «Перед возвращением Сына или Сынов Господа Бога во славе уже Господь Иегова посылает Илью, своего ангела, чтобы подготовить путь. В нашем поколении данное событие и явление, данный ангел уже пришел, уже имело место, похоже, идентично с тем временем, как было перед пришествием, первый раз перед пришествием Христа. Илья уже пришел, но не как личность через одного человека, как было, давай скажем, в двух случаях, в случае Ильи Пророка и в случае Иоанна Крестителя, но на этот раз уже в духе. Многие это понимают, это не будет новостью для многих, но в духе и работал через многих по всей земле и призывал, чтобы приготовить путь Господу». Работа подготовки была похожа на работу Иоанна Крестителя. В чем заключалось данное служение? Он призывал к покаянию, повиновению и исполнению заповедей Господа Иеговы и хождению в его праведность. Это то же самое послание или весть, которое принес Гавриил Захарий, отцу Иоанна. И вот один стих. «И придет пред ним в духе и силе Ильи, то есть про Иоанна, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». К сожалению, немногие прислушались к призыву Ильи в наше время идентично, как и во время Господа Христа. Но те, кто прислушался, произвели большие перемены в своей жизни и в своей вере, в своей праведности. Господь говорит, что после того, как будет приготовлен путь, после того, как будет приготовлен путь, Господь знает процесс и Господь знает период. Вдруг написано, слово больше переведет неожиданно, неожиданность. Господь, это аддон, которого вы ищете, войдет в храм свой. Ангел Завета войдет в храм свой. В переводе с древнееврейского слова «внезапно» переводится не как «момент», что-то, ничего не было, но как «момент», а как «внезапное событие», которое завершается определенным моментом. То есть имеет место определенный процесс, который заканчивается определенным моментом, но неожиданно для большинства. Этот момент наступает в результате длительного процесса. Мы не знаем, не написано, какой термин или какой срок, который заканчивается кульминацией, то есть входом в свой храм Господа, Аддона или Ангела Завета. То есть для многих данная кульминация будет неожиданным. Призыв подготовить путь уже прозвучал. Подготовка пути все еще продолжается для тех, кто принял этот призыв. Мы ожидаем, что вход Господа в свой храм произойдет очень вскоре, но неожиданно, к сожалению, для большинства. Храм Господень – это множество верующих по всей земле, не так много остаток, однако все же не так уж и мало, по всей земле, которые очистили свой храм по образу скинии Моисеева. Подготовка и очищение храма возможно только по порядку и установлению, описанной в законе. Без закона Божьего невозможно подготовить храм, чтобы, когда он придет, его вход в него был возможен. Господь говорит данную фразу, понимаете, обращается, потому что, понимаете, третья глава, она очень резко начинается. Помните первые две главы? Оно идет об лечении, Господь описывает картину, образ служителей, образ их служения и все прочее. И вдруг очень резко заканчивается то и начинается вот с первого стиха. Почему? Потому что Господь звал, 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 и ответа не было, и начинается другой процесс. Процесс, который, в принципе, сам Господь его приводит в действие. Так что Господь говорит данную фразу священникам, которые ищут Господа, Адона. Но из этого текста мы также можем видеть, что этих служителей не будет среди тех, кто приготовил свой храм. Причины, по которым они не приготовили свой храм, написаны в первых двух главах и продолжаются немного и в этой третьей главе. Господь, который приходит и входит в свой храм, это не Господь, можно сказать, что не Господь Иегова в своей личности. Но Господь приходит в Духе Христа через всех тех. Господь Иегова приходит в Духе Христа через всех тех, кто приготовил свой храм и будут найдены облаченными, одетыми в Слове Божьем. Снова, Христос, Дух Христа и Слово Божье, оно всегда идет параллельно или идут вместе. Думаю, что это событие и называется или есть воскресенье или изменение от смертного к бессмертному. Большинство христиан ищут Господа Христа и ждут Его явления. Он является как бы гарантием завета, ангелом завета. Впервые Господь Иегова обещает, что Он пошлет своего ангела перед народом в пустыне. И вот этот один текст, который говорит об этом. Вот я посылаю... Два раза, по крайней мере, я помню, что Господь говорит эту фразу о Моисею. Вот я посылаю перед тобой ангела моего, храни тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем Его и слушай глаза Его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего. Мы помним, кто прощает грехи, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать глаза Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хененеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их перед тобой. Этот ангел — это тот же самый дух Христа, который говорил с Моисеем и ко всем пророкам. Это тот же самый дух, который продолжал говорить после Христа и сюда. И это тот же самый дух, который был и во Христе, естественно, когда был на земле. Но Его пришествие будет неожиданностью, сюрпризом для большинства. Другими словами, Он придет неожиданно и войдет в храм свой, в храм свой, который будет приготовлен или подготовлен, а не во всех, кто ожидает Его и считает себя храмом Божиим. Вот почему Господь говорит следующие фразы. «Ну кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расправляющий и как щелок очищающий». Жидкость такая. Другими словами, большинство служителей и верующих, описанные и в этой книге также, не смогут устоять, когда Он явится. Поэтому и апостол Павел предупреждал церковь. Естественно, он цитировал места из Писания, из пророков и из закона. А предупреждал и говорил, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолево устоять. Другими словами, далеко не все устоят, если не будут во все оружие Божие. Он приходит и входит в приготовленный храм. Он приходит и входит в храм, который уже подготовлен. Снова, подготовка идет по определенному процессу и порядку, который написан в законе. Но что будет с теми, чей храм не будет подготовлен? Ведь все служители считают, что они храм Божий. Очевидно, что они не будут Божьим храмом, но что произойдет после его пришествия, после входа в его настоящий храм? В этот день многие вас запьют и скажут, «Господи, Господи!» Как помните фразу, которую Господь сказал. В этой фразе Господь Иегова говорит, что Он, то есть Господь, ангел Завета, приходит как плавящий огонь и как щелок очищающий и отбеливающий. Что это значит? В третьем стихе Господь продолжает и объясняет. При первом пришествии Господа Христа на землю данный процесс не имел места и ничего из этого не произошло. Прекрасно понимаете это. Что начинается после пришествия Господа Христа или после пришествия сыновей и дочерей Божьих, которые возвращаются на землю. И вот детали этого стиха. Господь говорит, Он сядет. Этот термин используется для описания роли царя, то есть Он сядет на троне. У них или у него, мы говорим об одной и той же вещи, будет роль царствовать в народе силой Слова Божьего. Они будут царствовать в народе Божьем посредством силы Слова Божьего. Они придут не с личной властью, но с властью Божьего Слова, с властью истины и благодатью Божьего закона. На самом деле править будет Бог, а не они. Он будет единственным царем на небе и на земле, который будет править через сыновей своих. Второе. Он расплавит и очистит серебро. С серебром описывается толкование Божьего закона служителями. Серебро – это истина закона, растолкованная служителями народу, которые, в свою очередь, должны знать, как применять его в повседневной жизни. Когда сын сыновья сядет в своей роли, он будет учить служителей истине закона, и они, служители, уже откажутся от всех нечистых примесей в учении и начнут учить, как следствие, в своих собраниях чистую истину закона. В результате верующие начнут практиковать истину и жить, наконец-то, истинной праведностью. Третье. Что произойдет? Он очистит сыновей леви. Сыновья леви не описывает определенную категорию людей в определенном народе и как определенное колено в этом народе. Сыновья леви описывает роль служителей в Божьем народе. Он может быть и молдаванин, и узбек, и русский, и украинец, и кем угодно. Когда Господь Его пошлет своих сыновей к народу, они будут учить служителей истине и тому, как выполнять свою роль служителя. Они будут учить служителей всему, что относится к их роли, всему, что относится к их служению по истине закона Божьего, всем законам, всем повелениям, всем вечным установлением Божьим, оставленным в законе Божьем. Некоторые из них, правда, будут отвергнуты, потому что слово в этом стихе также подразумевает «отфильтровать». И они будут отфильтрованы или отдалены от служения навсегда. Мы говорили в прошлый раз немного об этом. Только те служители, которые истинно служат Богу, останутся служить среди Божьего народа. Чуть ниже в этом тексте также есть, но мы не сегодня будем читать это. Четвертое. Он переплавится на Велеве, как переплавляет золото. Золото представляет чистую истину закона. Наконец, наконец, закон Божий станет наивысшей ценностью для всех служителей и для всех верующих, как следствие. Господь говорит, что когда эти служители будут приносить дары в праведности Иегова. Другие переводы переводят как «праведные дары Иегове». Итак, «дары хлеба», то есть данное слово, которое используется как «жертва» в этом случае, «дары», относится именно к жертве без крови, то есть жертва хлеба. «Дары хлеба» — это учение слова. Только тогда служители начнут учить чистую истину, которая начнет создавать истинную праведность в верующих или святость Небесного Отца. Вот почему апостол Павел так с нетерпением ожидал пришествия сыновей Божьих. Он хорошо понимал, что пока не придут сыновья Божьи, истина закона Божьего, к сожалению, не утвердится в народе. Итак, три стиха, которые связаны с событием последнего времени и уже восседанием на троне сына сыновей Божьих. Давайте перечислим или повторим эти события из этих трех стихов. Прежде всего, Господь Иегова посылает Илью, своего ангела, подготовить путь для пришествия Господа, ангела Завета, завет Господа Бога с народом и ангела Завета Господа Илья Адона. Во-вторых, те верующие, которые принимают вызов и этот призыв, начинают очищать свой храм и подготовить свой храм, потому что он должен прийти и войти в этот храм. В-третьих, по прошествии времени, которые только Господь знает, Господь входит уже в подготовленный храм, и тогда уже из разных мест Господь Иегова открывает народу своих сыновей и дочерей, и тогда увидят его, как написано. И последнее, четвертое, только после их прихода, как мы понимаем, начинается процесс очищения, он сядет и начнет, начинается процесс очищения служителей, в результате чего начинается и исцеление и во всем народе. Этот процесс нельзя изменить, только Бог контролирует этот процесс, и он уже происходит, он уже имеет место, он уже в действии. Просто процесс длительный, хотя и не такой уж и длительный, однако же он имеет место во времени, и он продолжается. Только после вышеуказанных процессов станет возможным то, что Господь Иегова говорит и в следующем предложении. Тогда, только после того, что выше было сказано, только тогда благоприятно будет Иегове жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в летопрежние. Перспектива, описанная Господом в этой фразе, более далекая, и она описывает будущее человечества. Господь говорит, что дар Иуды, имеется в виду снова, дар без крови, дар хлеба, будет угоден Господу Иегове. Другими словами, в тот период все служители Божьего народа будут учить только истину Божьего закона. Ложь будет удалена из среды народа, и подобно, как написано в Откровении, та кровь, которая до уз конских, она будет выливаться или выброшена за пределами земли. Господь также говорит, что дар Иерусалима, тот же дар хлеба, будет угоден Иегове. Через Иерусалим описывается человечество на планете Земля. И Господь показывает, что в тот период все человечество уже знает истину и говорит истину закона, и Господу это благоприятная жертва человечества уже, который приносит Господу Иегову. В древние дни и прежние годы, вероятно, Господь имеет в виду времена Левия и Моисея, и возможно, и времена Давида, хотя, скорее всего, имеется в виду и времена до потопа, потому что закон вечен, и он существовал и до, хотя и устный, существовал и до потопа. С уверенностью только можно сказать, что истина закона, наконец-то, вот в этот период уже, станет светом миру, то есть уже исполнится то, что Господь сказал, в особенности в честь пророка Иезекииля. Закон Божий — это Слово Божие, вечно и останется навсегда, никогда оно не изменится. Это сам характер Божий, это мещпад, это образ мышления Господня. Служители отошли от истины, и потому мы живем сегодняшней реальностью, очень мрачной, печальной и неприятной. Но после возвращения сыновей, которые уже не исчезнут с земли и среды народа, истина уже не будет искажаться, и не будет попрана, как было до сих пор. Господь продолжает, на этом и заканчивается, это будет последний стих на сегодня, продолжает в пятом стихе и говорит или показывает, что когда он пошлет своих сыновей обратно в народ, то начнутся некоторые процессы уже против его врагов. И вот пятый стих. «И приду к вам для суда», здесь слово мещпад, «и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложной и удерживают плату наемника, притесняя вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», говорит Егова Саваоф. «Сыновья, которые приходят со Словом Божиим, будут свидетельствовать против служителей, будут свидетельствовать поистине, по мещпаду, по истине закона, будут свидетельствовать против служителей, которые гадают с Писанием в руке». Те служители, которые сегодня говорят, «Ну, я верю, что Господь имеет в виду вот это в этом тексте», тогда, тогда эти служители, в принципе, исчезнут, потому что истина откроется, и никто не будет блуждать в темноте, никто уже не будет гадать то, что Господь говорит, потому что истина будет открыта. Прелюбодеи – это те служители, которые учат на основании Священного Писания, но смешивают истину с религиозным учением или учениями любого рода. Господь будет свидетельствовать против клянущихся ложных деталей стиха. Это те служители, которые утверждают, утверждают и говорят, что так говорит Господь, но это не поистине, а утверждают то, что сами истолковывают, на самом деле это является ложь и ведут народ в заблуждение. Те, кто удерживают плату работникам или наемникам, работникам, это те служители, которые не платят служителям, которые нанялись на служение Господу Богу, положенную плату. В чем она заключается? Требуемая оплата или плата рабочим производится, говорят древним языком, хлебом, водой и серебром. Другими словами, служители должны ободрять по истине, кормить других служителей чистой истиной, утолить жажду жаждущих праведности, наставлять служителей других служителей, чтобы они могли выполнять свое служение в соответствии со стандартом Божьего закона, только так они приобретут мир и спокойствие, что они делают перед Богом то, что нужно. Ну, очевидно, что сегодня практически никто из служителей не дает рабочим должный плат. Те, кто угнетают вдову и сироту, являются служителями, которые принуждают другие церкви и других верующих, которые остались без Духа Христа, практиковать истины и служения, которые, по их мнению, угодны Богу. На самом деле, Господь Иегов против всякого рода притеснений даже тогда, когда служитель говорит по истине, а он не имеет права требовать, чтобы данная истина была принята и применялась на практике. Отталкивающие пришельца — это те служители, которые отталкивают верующих, которые никогда не имели участь Духа Христа, чужды обетований Божьих, быть частью Божьего народа. В законе написано, что если пришелец из среды народа, который находится среди народа, то есть те же верующие, но без Духа, хочет есть Пасху вместе с народом, тогда и для него должен быть один закон, как и для всех. Здесь много деталей есть, но только очень кратко. Так что сегодня практически все служители практикуют эти притеснения, предполагая, что таким образом они служат Господу. Сегодня практически никто из служителей, не проявляя страх перед Богом, доказательством является полное отвержение закона Божьего. Только одно может изменить реальность сегодняшних собраний и реальность то, что происходит, а неожиданно для всех, чтобы Господь, ангел Завета, вошел в храм свой. Отклонение и отпадение от истины закона достигло такого уровня, что возрождение уже невозможно, пока Господь Иегова не начнет следующие процессы, которые называются продолжением, установлением Царства Божьего по всей земле. Так что просите, чтобы Господь Иегова быстрее послал в народ своих сыновей. Этим заканчивается и книга «Откровение». Благословение, при благословении Господнем. Увидимся, если Бог даст, в следующий раз.